так для тех кто в записи смотрят с катка говорит хавк там до этого изи катка короче доброе утро сразу горе что утро сейчас китае первые часов 11 наверное 11 30 а у нас в россии 630 и безумные люди проснулись в эту рань несмотря на то что обычно просыпаемся позже ложимся позже в большинстве своем по крайней мере на гудгейме по статистике только для того чтобы посмотреть как как же пройдет серия игр китайского орка fly против российского игроказа альянс хавка этот матч проходит в рамках турнира wc с призовым фондом 108 109 тысяч долларов 16 лучших игроков китайцы корейцы игроки из европы снг сражаются идет групповая стадия важно выходить из группы очень важно выходить из группы и ри бывает ничего страшного фух хорошо я уж подумал что не успею ничего и это как раз матч за выход из группы то есть я не знаю что будет если хавк проиграет не хочу даже об этом думать что там по картам стыковые не стыковые как сравнивать будут но если он выиграет от точно выходит и хочется конечно сделать так чтобы он вышел ну как что мы можем сделать со своей стороны посмотреть поболеть это понятно но других способов воздействия в данный момент нет я буду говорить достаточно тихо потому что у меня дома еще все все спят даже кот спит поэтому не хочу раньше времени людей будить чатику отдельный привет играют они до двух побед первая карта соответственно секрет вели как вы видите а этот респ лучше отлично хавк доволен вот единственно что наверное стоит сделать погромче игру китайцев с фоном они выступают хорошим фоном сделал погромче если что в чатике пишите что например слишком громко не слишком громко как тренировался так чтобы вынести двух орков слеть андеду да ясно он сразу говорил что скорее всего проиграть 120 тем не менее тем не менее вчера со 120 этим китайским андедом он сыграл со счетом 12 не сказать что он сыграл хорошо особенно во второй и третьей игре особенно в третьей игре но я не видел первую игру победу ее в принципе не показывали вторая была очень напряженная и если бы не две достаточно грубые ошибки с его стороны то там было бы все неплохо весьма на мой взгляд эти матчи мы смотрели стриме ли в разделе видео вы сможете посмотреть запись да дал с этим мк четыре раза ну две отдачи были уже впоследствии как как следствие того что он отдал первые два раза мку вот там вот действительно он его не должен был отдавать застройка хорошая будем надеяться конечно что у хавка получится все таки выполнить запланированную задачу все-таки мэйчап против орков у него хорош и посмотрим побежал футмен сразу же на разведку здесь естественно блэйдмайстер гранты 2 бору делает акцент на грантов более хотя наверное сейчас стандарт но сначала будет пара тройка грантов точнее пара грантов потом грейд на второй тир серклетку не купил видимо сейчас по таймингу но денег там у него не хватало он пять секунд решил не ждать кольцо защиту архмага не такой хороший девайс хотя ему терпеть приходится часто может быть то есть архмаг вот в отличие от блэйда там димы очень много времени проводит в терпении в побегах вот в таких вот особенно мэйчапе против орков то есть ему в принципе с руки дамаг конечно нужен но кольцо тоже пригодится пытался сейчас подрезать флай архмага грантом остановите блэйдмастером давить ахав пытается воспользоваться моментом и кто добил кто добил я обожаю китайских этих о хорошо архмаг дабил этот тэд кстати с опять узнаю его клики сумасшедшие такие немножко нервозные но здесь было сложно конечно когда у одного героя дэмэдж такой же как у двух футменов и элементаля вся задача архмага вот на такой стадии как раз урывками пытаться прокрепиться то есть мелкие зеленые точки по юнитам там менты могут побежать на зеленую точку рядом с базой только для того чтобы приблизить архмага к третьему левелу подрезают еще вот видите здесь футмены сверху архмаг менты еще сказать крепится на зеленой точке там мигают красным побежали все это такой раздельный криппинг с одной стороны блэйдмастеру за всеми не угнаться то есть он он бы и рад там подрезать тут подрезать там девайс и юнитов он не успевает он один а движухи очень много вокруг он прибегает сюда мурлок уже гуф менты в это время закончили трапезу в смысле закончили убийство мурлоков вот пожалуйста конечно они нездоровые но довольны собой безусловно тут футмены да и в результате уже почти практически третий левел среди в архмага блэйдмастер почти второе тут почти третий ай-яй-яй как когда белл надо не стоит ой-ёй-ёй давай рахмак 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 девайс взял блэйдмастер конечно это халява конечно было бы если бы хавку еще удалось нам за за девайсом забежать мы на пытаются пробежать соседний фонтан там закрепить кого-то если получится то архмак получит 3 да тут двух ранжевиков нужно ой тут уже ты два очень быстро не успеем тут бестиарий скорее всего развить хораз не очень хороший как бы тут вообще он должен был конечно получить кажется просто во время хекса я вот сомневаюсь но возможно во время хекса нет получается экспо получается должна получаться что там не работать во время хекса или раньше такое было что экспонент не получалось во время хекса пацаны в чатике может поправить меня кто-нибудь из сторожил помнит то что у меня на память на такие вещи бывают в языке я увидел что шкала особо а герой в хексе не получает экспо отлично тогда тогда то есть плохо для хавка здесь огонь и смерть блэдмейдж высасывает ману просветка тут выход легких хантеров ухом же будет застраивать скорее всего да то есть две кастерницы и вперед очень опасный криппинг ребят очень опасно криппинг просветка отлично час высасывает ману и тут высасывает ману опасно минус худ на развороте еще этого то есть он будет просто банить соответственно блэйда и высасывать ману у сэхи как-то так менты бегут менты бегут минтам дорогу отлично сэха подставляется достаточно серьезно блэд в бане ой как менты сверху а хорош подрезал посмотрите очень битый сэха вынужден уходить на скроф спиде еле-еле уходит все уже пустые слушать а нормально пошло очень хорошо пошло понятно что менты умирает у них задача такая и тут высота беспрестанные вы меня простите конечно сосет хавк у shadow hunters fly и герои остались но абсолютно пустые абсолютно пустые у флай герои не захексить не подлечить не в инвиз уйти и просветка грамотную видимо вот это как раз он и отрабатывал эту тему так у сэхи кстати мана отрегулилась ой добивает с другой стороны большой бутылёк жизни отлично главное но не продает живо да скорее всего кольцо к продал несчастное то которое было в самом начале так 1414 14 нет 414 написал только что fly видимо у него бинды такие то есть 14 это может быть это основная группа а четверто это может быть спирит брейкеры с дисполом или бинды зданий не очень сейчас готов флай во первых он теряет бору телепорта у него нет на спидах он ой отлично отлично сорочек очень много у сорочек есть инвиз моно дрейн сетка перегруппироваться пробует хавк не очень хорошо удается теряет одну сорочку спирит линк пошел нарезается сорка сверху бору уже не стреляют хорошо но хоть позицию нормальную занял дрейн маны высасывается ману сэхи у него 130 маны кодоя убивает хорошо элементария сумасшедший дэмэджит кодоя второй второй блэдмейдж уже есть баниш давай 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 высасывает ману блэдмейстер он пустой хорошо как подконтроливает ну там футмен не правда немножко недоконтролил блэдмейстер кстати можно побить немножко так что у него подевать у него большой бутылек жизни он выбил из магазина блэдмейджа бьют он себя в банишь ой-ой-ой-ой-ой тут не все еще далеко еще не все потеряно у флая очень ну кайтит конечно старается сейчас там тоже бутылка есть не забываем выходит второй кодой прист немного недоконтроливается брейкер появляется слоу минус прист сеточка на брейкера опять высасывает ману критует блэдмейстер на 86 как все не очень то как так все резко банишь на сорку заканчивается же ману у блэдмейджа и хавк отступает как-то мне это не нравится две сорки на подкрепление пришли еще двое подходит минус сорочка ой как жалко как жалко ребят так по кусочкам по кусочкам подрезает сейчас флай у хавка юнитов и идет лечиться здесь дракона убьет с легкостью до хавку наверно нужно просто аркадите брать красную да да плюс 6 там видимо манка криппинг красной точки весьма очевидная была вещь и блэдмейстер уже здесь он готов если что добивать не палит нет спалился спалился рейдером хавк понял что если рейдер здесь значит и блэдмейстер рядом планируется атака орка нет продолжает крепится очень сильно рискует очень сильно рискует банишь на блэдмейстера высасывает ману блэдмейджем сетку кидают рейдеры банишь диспл промахивается диспл он флай дрейн опять на саху банишь пытается окружить блэдмейджем и большой бутылек кодой кстати можно попробовать он только что сажал кого-то и находится в такой позиции контролирует конечно старается старается хавк 50 лимита у него минус саха там 3 уже наверное стоит минус этот спал брейкер бьют архмага банишь диспл сетка свиток бутылек надо передавать естественно не на высасывал ману сейчас блэдмейдж и похоже это гг без архмага тут все очень плохо надо брать ментов пытаться как-то отковыряться восстанавливать архмага орка много что произошло в сражении на базе орка не так что пошло не так с этим вопросом еще предстоит разобраться но по факту мы сейчас наблюдаем просто добивание хавкап у него же на базе менты побежали опять дрейн хороший до конца до конца работает хавк дархмага еще там 40 процентов рабочие терпят блэйд нарезает рейдеры сетки кидают двигая 0101 хавк проигрывает тяжело тяжело похоже на какой-то продолжившийся кошмар такое впечатление что я проснувшись не так давно просто продолжаю смотреть какой-то сон нехороший карта будет их вайл следующий без тп нефиг драться было им х вот туда приходил убивать ну конечно телепорт пригодился бы ему он не потерял так много но план был не прийти и стелепортироваться а прийти и убить убить не получилось стенки не было из рабов кстати да да возможно частично они пали в центре когда было сражение там было все вроде хорошо в центре и разменялся и докрепился ну ладно посмотрим вторая карта их уайлс хавк справа флай слева и болеем переживаем смотрим доброе утро говорит фрэшке первая игра спрашивает так не хочется если честно тебя расстраивать но это уже вторая игра и счет 01 они вроде прибежали но поздно и с другой стороны вот кстати вполне возможно то есть хавк находился в таком месте что рабочим можно было бежать как слева так и справа ну так по расстоянию то есть они вполне могли выбрать левый неправильный путь со стороны орка который по спидами мог всех зарешать вполне вероятно и скорее всего я упустил этот момент потому что он вроде бы в центре потерял там двух может быть трех рабочих то есть это не то не то количество которое в атаку берется обычно это пять-шесть человек остается там два человека на лесе потребности 40 и престов закрывать по 20 и брейкеров они что же недорогие вроде как не сильно дорогие остальные все идут в бой мобилизация в стилам что юсик то что что он умел виду как вы думаете что он умел виду как-то странно че да я вижу что немножко ману не видно но править уже сейчас хотя могу попробовать исправить получил ожидали чем-то метод захвата окна велся обрезается не поставил захват рабочего стала второго и все нормально так давайте к игре ссори что отвлекся перчатки скорости у блог мастера архмаг а у его архмага перчатки скорости менты крепят вторую зеленую точку сумма собственно этих точек дать на дает второй левел если ничего не поменялось да так и есть и очень агрессивно конечно назойливо так настойчиво ведет себя хавк прибегает с двумя элементарями тремя рабочими и начинает просто уничтожать бору отвлекать от добычи он потеряет одного футмена конечно же футмена кстати добил именно бору а не блэйд похоже он подставляет немножко по подблочил часы немножко в одним футманом другого архмага за сапогами инфа соточка и на их уэл скорее всего также хавк будет пытаться покрепиться на зеленых там снизу мурлоки зеленые есть еще точки зеленые у орков на границе два кранта стоят и ждут архмага спалили несколько ударов топором магазин к сожалению хошк не увидел сейчас кажется увидел да сейчас увидел нужно поздновато кажись блэйд мастер кстати выбивает в данный момент девайса с голубого ограм да здесь не успеет уже убить купил сер клетку маркетплейсом давай что-нибудь вообще ненужные тебе ненужные 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 монодрейн какой-нибудь scroll of the beast scroll of the beast на самом деле тоже наверно продажу потому что ой одна мана у него же еще о хорошо раз два три ой-ой-ой-ой-ой там сейчас винбок же кончится этому хило может и не быть блин да есть там хил уже что 2 давно но хавк молодец смотрите scroll of the beast может не сильно быть полезен потому что ну хотя нет он будет полезен хоть и диспелиться банишь но диспелиться выборочно то есть ему он может выцеливаться таким образом чтобы не задеть своих юнитов под под рыком медвежьим поэтому данный девайс реально может перевернуть игру с увеличением там урон на 25 процентов очень хороший баф хавк крепит очень серьезную точку вызвал элементали верно и не под пульш здесь тоже fly готовится забирать этот лагерь наемников большой вопрос опять же по девайсу хочется чего-нибудь ценного о мой вчерашний будильник сработал sorry вчера 7 сегодня 6 не привык я так рано вставать конечно ну ничего какие там какие там девайсы там пропустил я из этого будильника но здесь понятно что еще не не понятно ну наведи кольцо регенерации это наверное да у точно даже не столь страшно как какие-нибудь когти плюс 9 хавк крепится ловит его элементали к сожалению в сетку блэйд проверяет лагерь наемников никого не видит архмак должен быть 3 левела поэтому blood match отступил в сторону не мешает архмаку учиться очень битый сахар 3 архмак есть орг смотрит ведь пиончик там следил а тут попытка саху прокачать мурлоки пока что так рабочий минус винты бегут винты бегут ребят вторая попытка сделать то что не получилось сделать в первой игре особенное внимание сейчас будет именно на сражение вот центральная застройка пошла под алтарем с богом ребят с богом с богом тролля еще купил вышки грейдятся заливается полностью элементально хватит там дисплата вообще там всего два спирит волкеры почему не торопится твой от не пойму он же должен вообще ломиться прямо сейчас должен ломиться пока вышки еще не совсем до грейдились spirit link да пойдет час атака но там уже бушки практически готовы работаем контроль как никогда не контролил дрейн пошел скроза бист нарезает так еще один моно дрейн на сиху проходит практически полностью вышки 2 достроились 3 отменяет fly и отступает 48 лимита у хавка отличный дрейн постоянный но с их а уже третьего левла падает грант 2 блог мэй да да 2 блог мэйдж с огромным количеством маны продолжает и и fly вроде друг на очень красный он весь отступает пытается фокуснуть тролля убивает тролля опять дрейн блэйт усить стоит виндвок и ничего не делает не контролирует fly я также абсолютно так же бывает делаю хавку же вообще давит он идет ой катапульта 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 снова снова фокус давай 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 ей ну сейчас добьет добьет есть катапульта очень важный юнит вышла крайне неудачным деконтролил в этом плане fly нужно было выходить в другую сторону вот меня смущает что хош без вышек сражается то есть он почувствовал почувствовал силу и и ушел от вышек а тут не стоит еще расслабляться пытается добить спирит волкера не удалось там сажали элементаре который который этим занимался контроль и опять катапульта вышла 5 катапульта вышла хавк медленно реагирует на подобные вещи уже во второй раз это настораживает катапульта начинает стрелять уже по кастерам неприятными элементаре пытался прорваться его за диспель да тут еще не все потеряло рейдер падает кодой можно сорочку убили и приставящийся и по трупам тоже убили это бору там стреляет слева катапульта живая тоже постреливает шугает рабов blood match очень биты еще одна катапульта выходит неужели не додавит а эту катапульта вроде бы убил blade крайне биты на второй хилл его возвращает опять к жизни капец а ну катапульта стреляет вышка стреляет но катапульта 1 нужно еще один кастер понятно что хавку крайне важно это катапульта убить или побыстрее убить мэйл но понятное дело что кастерами это сделать очень сложно вторая катапульта вот-вот-вот-вот уже скоро почти выйдет провоцирует хавк на атаку выходит 2 катапульта хавк ее ловит прям сразу но не хватает дэмэджа чтобы добить или хватит или хватит ну один выстрел твою налево один так его розеток выстрел заходит бора убивает кастерами флай в атаку две катапульты стреляют по кастерам кастерам не деться никуда потерь хотя банишь банишь отлично сэйвит одну сорочку но битый прист минус сорка хавк пытается перегруппироваться 50 лимита у флая против 50 ледокол поддержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно холк надо бить и добивать вперед план понятен спасибо эльдар не спит эльдар отрицательный лимит у флая но стреляют катапульты очень жестко стреляют и и что делать что делать пытаться прорваться к катапультам их три штуки там два элементаря кстати очень неплохо заносит диспл добей 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 есть две катапульты хорош половина хп уже у мэйна ребят ушки blade очень битый ну хотя опять второй силой минус еще до катапульта каждый убитый катапульта это это серьезный вклад ой блэд мэйдж очень далеко хотя его как-то там банишь диспл нет в таком большом количестве уже ребята время время работает на самом деле на нас если вы держаться таким образом если держаться таким образом то башни рано или поздно убьют мы понимаете блэйд 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 еле ушел смотрите какой у мэйна там он уже красный весь рабочие там идут в атаку у хавка смотрите начинают за золото бороться с пионами белый против зеленых расизм такой по варкрафтерский да накидывает там еще фаерболами от архмага вынужден сейчас флай еще тратить бабло для починки и идет атака идет атака от флая опять слоу на на блэйда 2 катапульта еще одна катапульта вышла но 2 не 3 и как бы все равно очень напряженная игра очень напряженная высасывает ману опять у сахи саха делает лечение сорки под подсетками то есть катапульты очень хорошо стреляют не промахиваются носит бонусный урон катапульта прорывается саха какой там четвертый скорее всего будет мастер тоже четвертый ё-моё 46 лимита против 47 вышек становится все больше и больше 3 уже стреляет по мэйну сейчас достроится 4 кошмар ну хавка на базе мир и порядок достроилась вот-вот-вот прям достроилась четвертая вышка которая кстати уже начинает по рабочим стрелять если захочет высасывается ману саха хекс ой это плохо баниш диспл не делает катапульта стреляет по вышкам опять дрэйн маны очень медленный блэйд очень медленный блэйд прям очень-очень элем прорывается катом высасывается ману сахи у четвертого снова рейдер умирает архмак левел получает скролл спид флай читает милу спирит волкер все кажется поплыл кажется флай поплыл 11 11 11 сейчас будет решающая 3 игра всем кто проснулся всем кто смотрит большой привет конечно же это дабы сей это групповая стадия китайский оргфлай против российского хумана хавка и это матч за выход из группы по крайней мере для хавка потому что если хавк не дай бог проигрывает то будет 21 как подсказывают в чате и черт его знает по какому принципу стыковые матчи по разнице карт как там будет приниматься решение но в любом случае если есть возможность не доводить до этой стадии доводить до нее нельзя амун сегодня будет спрашивать фото лимер лучше все заглянуть в тему на форуме в ца 2015 и там как раз расписание и показано кто будет играть а у хавка если при если будет он 21 по короче нужно только выигрывать осмайла звездных войн останутся навсегда не зависит от от вас на самом деле с этим трансляция по сайту 6 часов вечера если понравились они можем оставить мне и конечно понравились это лан да это суровый китайский лан тартл рок ближние респы я думаю это на руку хавку должно быть по крайней мере архмакта крепится может тоже на тартл роки в миллионе разных мест и покинуть он свою базу вначале спокойно сможет из-за застройки там грамотный а вот когда придет время атаковать на т2 с кастерами с блэдмейджем соответственно хотелось бы чтобы побыстрее прибежать добрый день что такой грустный у меня все спят еще я не хочу будить в школу надо в конце концов дождусь когда уйдет оп лак и сразу повыше голос пусть соседи просыпаются сделал разведочку флай увидела новые сейчас испарился потому что одинаковый вижен футмен побежал ай ты какой нифига себе какой хитрый видели как пион подставил это его друзья черепашки нельзя вроде сагрил пион а получил футмен блэдмастер бежит ну хавк не стал рисковать давать пиону даже призрачную возможность добить большую черепаху остановился вовремя дождался окончания удара перегруппировался и нанес удар архмак начинает получать опять от блэда у архмака перчатки силы пытается замести следы спутать чтобы на гранта не вы не выйти и у него это получается отправляется в свободное такое путешествие архмак футмены и елем идут по своим делам их дела это в первую очередь конечно черепашка вот верхней или третий сбору на базе орг я уж не знаю какие у них задачи побежали менты ой да ладно на т1 что ли будет пинчить окажется ментами ты не крипит зеленую . побежал или крипит зеленую . я уже думал сейчас будет атака какая-нибудь бешеная с дефенсом кто добил добил или в смысле архмак молодец у игры не окружил гранта был близок архмак 2 берет 2 девайс носок перчатки и удара наносит блэйд поразит даже кажется там все успели смотаться с этой точке был битых битые рабочие все кажется живые удивительно сейчас архмагу хорошо было бы отправиться куда нибудь на север для того чтобы попробовать взять зеленую точку сверху так так и есть блэйд нулевой вообще нет экспы то есть у него купленный сапог купленная сер клетка гранты сейчас прибегут на эту точку интересно успеет добить не вряд ли хотя и там один грант зря вот переключился грант минус блэйд добивает большую черепаху забирает девайс и добивает еще гранты элементаре сейчас будет мастер уже почти 2 должен быть да не очень покрепился гранта конечно приятно убил но вы понимаете все вы понимаете грейд на 2 за ратушу готов может окружим его ты у него нет вот можно было кстати окружить ты был бы такой линии на просто просто вин или контролирует хак здесь окружил он своего архмага вот часто можем дождешься блэйд нарезает убивает фута по-прежнему первого левела регион скорее всего нужно нужно было брать архмаг опять стоит впереди ну что ты делаешь вообще работает на бутыльки криво поставил арканку там есть виндвок еще дрейн 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 банишь понятно да но если б он там в двух моментах мог окружить если покружил блэйд мастера это это было бы такой вин что ты делаешь что-то такое ты такой там архмаг мог выстрелить застрял блэйд мастера вы видели там он даже чуть ли не замахнулся это архмаг по бэйд мастер я в шоке я просто в шоке просто аркадий да и грандатом тоже мог окружить набрать столько возможностей было идет в атаку сейчас хошк блэйд второй встречает пиона и будем надеяться что как сейчас включить какой-нибудь скрипт соберется в атаке и не будет мой магазин сразу здесь две вышки 3 вышки ставятся пошел great 1 минус магас это очень кстати хороший бонус вторая вышка пошла банишь боров стреляет минус один рабочий орковский минус 2 рабочий орковский правда вышка минус улей минус 0 а вот за третью хотелось бы конечно постражаться сетки фокусит сейчас очень жестко фокусит сейчас fly эту вышку старается но буквально по всеми рабочими обступил хавк эту вышку на не хватает кажется не хватает или хватает мне не хватает не хватает вышка падает очень долго держалась на самом деле то есть там рейдер еле-еле живой уходит наверх битый грант битый футмен восстанавливается новая база гранта кстати с футменов надо добить минус фут минус айхил хорош какой минус грант еще один рейдер битый спирит волкер какие какой валидол вот тут зачем зачем почему почему он ошибается мы же волнуемся взять зачем ладно не это самое собрались собрались хавк перегруппироваться будет сейчас еще этих черепах у хавка нет мана дрейна возможно ему стоит сейчас взять черепах закрепить слева может даже по случаю нычку вылепить хотя какая нычка там у него с лесом должны быть колоссальные проблемы флай бежит сразу на красную точку давай вы его мобиль чуть не до самой добей рейдера добей 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 вы его вы и вам сейчас добей добей глупый огур второй левел блонд мейдж счет 11 тем кто присоединился 1-1 счет у нас присыпается отлично здесь будет хил очень полезный и великолепный девайс надо еще закрепить вот эти вот товарищи наверное хотя 32 тут тоже 32 похожих опять в том же самом месте вышки пытается забрать бору орк бежит минус один бору кстати очень хорошо перегруппировывается верхняя вышка и и крайне сложного в такой позиции до обе вышки крайне сложные отменяет пара по ручке высасывает ману банишь на блэйда блэй там винлок еще минус одна вышка сейчас будет отменил за долю секунды до того как магазин сверху он был восстановлен спирит волки расстреляют подделают диспл блэйд блэйд кстати полный где банишь где дрейн начинают бить архмагу архмага есть телепорт сетка на него бьет и бьет и бьет и бьет вышка доделалась кстати но хотя у него это магического урона очень много от спирит волкера и они наносят хорошо но блэйд и очень бит опять вышка поглощает серьезное количество урона падает в конечном итоге саха получает лавала но ой тут можно блэйджа потерять он под банишем еле уходит очень битый с другой стороны флай хиляется на последних там хитах ай-яй-яй-яй блэйдж очень сильно рискует сейчас и очень сбору до стрелять до стрелять застрелим присты пытались вылечить и вылечили таки сумма цвете какая напряженная игра вышку очень агрессивно хавк пытался построить бладмейдж вроде как кем-то там лечится но эффект от вылечения слабо заметен и хавк отступает опять пошел монодрейн рейдер на чудесах просто под линком под хилом выживают уходят хавк недоконтроливает тут явно героев своих 41 лимит против какой-то кстати лимит 43 так а где где армия то там пустой тоже исахай и блэйд мастер они очень серьезный по левелу хавк делает типи теперь равнозначен поражению в данной ситуации практически потому что потому что можно конечно забрать черепах который справа попытаться или сходить на красную точку слева и вернуться все уже идет не по плану хавк решил покрепить магазин кодой точнее спал брейкер в кодой палит всю контору просто все поэтому хавк может абсолютно спокойно крепится плюс три кольца что ли плюс три отличный девайс а тут амулет маны капец немножко не везет с девайсами но но ничего fly бежит в данный момент мешать хавку крепить красную похоже да похоже на то отставание по героям увы а вот если бы хавк крепил красную то он бы успел единственная сейчас возможность это да подойти сзади но флай в любом случае забирает этого командира огру о кодой если вы хилять конечно будут что там выпало то не не амулет у этого блэк мастера pipe отлично блин наверно лучше сейчас девайс вообще которые из этой точки может и героем и спирит волкером это просто подокружил подокружил неплохо дрейн пустой блэйд и 2 как вообще как тут сражаться сражаться амулет маны аура архмага уорка ну и конечно же тупо нас меньше и герои у нас хуже тоже не стали недоконтроливал особенно в самом начале игры дважды мог окружить блэк мастера дважды мог окружить гранта потратил деньги на бутылки и так у сихи кстати маны нет но как здесь отбиваться один блэйд просто уже четвертого левела почти пятого нарезает так что будь здоров то есть он постоянно в банише держать на все про маны нет приходится высасывается у спирт волкеров и это конечно конечно да отступает скорее тактическое такое отступление чем ретрит но хавка почувствовал силу бежит вперед блэйда очень много манами очень много ну почему почему не высасываешь ману стоит вард все видно из этого огра голубого хил вываливается если получится его забрать то будет очень хорошо орг будет прям я хавк стырил стырил молодец орк пытается отступить отступает под скроу спит дает возможность хавку да забей ты этих всех не беги ты за скроу зачем две сорочки сетки сетки криво конечно криво тут сорку забыл тут тут крепится кстати хавк ну давай 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 хорошо есть еще есть еще возможность скролл of the beast ненужный точно диспелится полностью на самом деле блэйд мастер если будет банишь хороший то есть по кд с высасыванием то можно и прокачанного блэйда забрать ну то есть просто нейтрализовать там высаживаешь у сихи чтобы ничего не было банишь блэйда и повторяешь команда не кончится у всех мяу каосу а такой пассивный криппинг идет в данный момент blizzard а ну в общем то верно сейчас лимиты увеличиваются диспел становится больше и в общем-то blizzard хорошее очень решение аура вампиризма хавку как будто специально вот так вот игра насмехается на тебе девайс орка 2 бутылки 2 больших будет ну в смысле большую бутылку маны обычный бутылку маны и амулет еще маны так хавк видит что к нему идут сетка на брейкера сейчас будет тп брейкер минус магазин сбивается какая-то странная вообще позицию слушайте там какая-то хрень происходит blizzard 264 криты у блэйд мастера позиция хвы блэйд не банится болится архмак чтобы спасти их хоть как-то это глушечка пацана хавк не выходит из группы джиджи жалко посмотрим следующий матч Субтитры делал DimaTorzok